Следующий доклад Всем привет Меня зовут Денис Я сегодня хотел в двух словах буквально оказать велосипеде который я написал, но он родился из необходимости, поэтому есть шанс что он вам тоже может пригодиться я решил, почему бы и нет Собственно Гемчик называется ErrorNormalizer Суть его в чем У нас на проекте, когда я пришел в компанию не было формата ошибок который бэк отдает на фронт У нас в основном на бэке пишут опихи И немного подумав согласовав такой формат на одном-двух проектах, мы вот пришли к такой штуке, написали под это дело гем Суть его в чем Он надает массив ошибок, которые одинаково структурированы из которых можно извлечь полезную инфу и либо сделать я не знаю, перевод на фронте либо подсветить там можно формочки поля, используя информацию там в пейлооде либо просто вытащить оттуда месседж и использовать это просто как уже готовое сообщение об ошибке и ничего с этим не делать Собственно немножко об этой структуре ки это такой аналог категории можно взять, например, HTTP кода 404, 401 это тоже самое, только user-friendly формат type это тоже описание тоже некая категория тут указано парамс мы у себя вывели несколько типов это может быть парамс может быть кастом и может быть rule я может чуть позже, наверное, объясню но парамс означает, что вот эта ошибка возникла в превалидации параметров которые отправил нам фронт на back потом есть месседж это такое дефолтное сообщение которое фронт может использовать для того, чтобы показать эту ошибку есть пейлоот пейлоот меняется в принципе в зависимости от type то есть в парамсах он, например, имеет PES, который указывает какое поле зафейлилось а в других случаях туда можно поместить другую информацию например если там что-то сложное вы хотите там удалить какую-то сущность и показать ворнинг он такой можно туда вывести информацию что вот такие-то сущности зависимые от от связи с тем, что ты пытаешься удалить и точно уверен то есть у фронта будет эта информация собственно ошибки вот эту вот структуру он собирает из двух валидационных библиотек первая это может он просто заснул да он собирает их из drive validation библиотечки и также может собрать из active module errors которые приходят я когда писал ориентировался больше на drive validation тут собственно пример вообще можете поднять руки кто знаком с этой библиотекой кто использует не так много но тем не менее крутая штука очень рекомендую попробовать ханами вспоминали тут фреймворк там свои валидации которые по сути в рапер над этими штуками чем они классные это то что по сути вам не надо стронг парамсы отдельно и валидации писать в моделях вы можете это стендалон обжект который вы можете использовать где угодно как угодно штука довольно флексибл тут собственно например вот мы дефаним схему валидационную вкидываем параметры и она возвращает ошибки вот в таком формате по дефолту после чего мы берем вот этот вот хэш вкидываем в наш гем и он возвращает нам вот этот вот стракт нормализованных ошибочек вот собственно идея дальше там есть еще пара фич скажем так я наверное не буду на это останавливаться потому что мало кто знаком с drive validation хотя ладно так я остановлюсь там есть особые high level rules которые у нас ошибка может быть на отдельном поле например мы ожидаем что это будет интеджер от 10 до 20 а вы прокинули туда вообще буллиан это легко сказать ты говоришь вот у тебя это поле неправильное у тебя может быть бизнес рул который говорит что комбинация этого 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 недопустимо например кредит карты там ты указал больше 20 тысяч сумму и ты такой не не мы на кредитках только 10 баксов принимаем вот и в этом случае ты пишешь валидейт или там high level rule который выдает тебе немножко уже другую структуру по дефолту эта структура не очень хорошо обрабатывается и для того чтобы все было красивенько и логично есть такая type inference фича которая по сути мы вводим convention что называем наши high level rule и там по особенным добавляем в этом случае rule и он дальше собирает нам нашу структуру без лишней неправильной инфы и здесь уже type rule вот есть еще ну собственно эта штука настраивается как матчить вы можете ввести не rule а какой-то свой convention дальше есть поддержка айтин библиотечки в каком виде у нас когда я писал изначально я подразумевал что фронт будет переводить наши ошибки вот мы ему даем наш пэс и он там подставляет не знаю интерполирует как-то переводит но потом у нас фронтов стало штук 5 разных клиентов они такие нам всем влом это писать пусть это на беке делается логично для этой роли собственно есть поддержка айтин что оно добавляет вот эти вот пэс атрибуты типа юзер vessel factory вложенные штуки мы переводим и потом добавляем к нашему сообщению об ошибке оно становится полным ну и потом мы можем перевести юзер как юзер а можем перевести как что-то другое типа там не знаю overlord еще что-то короче тут вот пример такой по дефолту он будет смотреть в переводы схема под ключом схема а дальше собирать по структуре схемы которая задефонена вот ну и в конце собственно он правильно будет раскидывать атрибуты но переведены они будут так как вы указали это вторая фича там еще есть нюансик с айтин переводами но сейчас не буду касаться вот оно по дефолту работает для английской версии но если у вас переводы на каком-либо другом языке там не знаю немецкий молдавский вы можете добавить свой кастомный парсер который будет парсить эти переводы и делать из них правильные ключи вот актив модул валидейшн тоже работает по дефолту вот пример но тут нюанс он например вот здесь вот такая у нас лэнс 3.15 он их собирает таким образом что ки получаются минимум street characters хотя по дефолту категория здесь должна была быть типа is too short вот и это такой нюансик то есть оно будет плавать в зависимости от того что у вас указана валидация и не совсем она уникальная выходит тудушки есть но мне стыдно показывать собственно это все всем спасибо 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 Продолжение следует...